Всем привет! Вы снова на канале ОМЗАП. Мы находимся на нашей станции в Теплом Стане. И сегодня еще один небольшой обзор, чем живет сервис. Начнем, наверное, с нашего уголка электрика, который постоянно не пустует. Его услуги очень востребованы. Пойдем покажу основные моменты, чем у нас занимается электрик-диагност. Здесь у нас чудесный автомобиль Киа Карнивал 2008 года. Дизель 2.9. Очень интересный автомобиль. Уже давно у нас на ремонте. Не очень такой стандартный случай. Боремся с некорректной работой топливной системы. Клиент уже привез нам свои детали. Мы ему заменили полностью топливные форсунки, ТНВД. Промыли всю топливную систему. Там было много грязи и уже стружка, которая давала нам сбои в рабочей топливной системе. Клиент привез все расходники свои. После сборки машина так и не поехала. Очень долго начали перепроверять работу. Снова все форсунки, все системы проверяли на воздух. В итоге форсунки работают в идеале. Были претензии к работе ТНВД, которую привез клиент. Вроде бы новый, оригинальный. Мы перед установкой обязательно все это проверили. Но методом просто банального исключения установили, что проблема все-таки кроется в самом ТНВД. Сейчас ТНВД снова демонтирована, отдано клиенту. Клиент сейчас разбирается с поставщиками, у которых он его приобрел. Вот пока ждем ответа от клиента. Здесь у нас Grand Starx. Проблемы по электрике. У человека не работали стоп-сигналы и постоянно врубался предохранитель при его установке. Так он и ездил долгое время, но все-таки потом собрался и решил устранить это. По итогу электрик начал осматривать, начиная с блока предохранителя, который у нас находится здесь в салоне под торпедой. Здесь были проблемы по проводке. Были следы того, что проводка грелась, оплавлялась. Произвел ремонт существующей проводки. Некоторые участки проводки были заменены, которые уже не поддавались восстановлению. Но проблема до конца не ушла, поэтому приняли решение искать дальше. Скрыли полностью всю обшивку здесь по порогам. Скрыли обшивку багажника и вот увидели, что проблема кроется здесь. Хорошо видно, что провода все оплавлены. Проводка просто уже вот сыпется. Все это было оголено, поэтому сейчас это все будем приводить в приличный вид, чтобы человек мог все-таки ездить с исправными стоп-сигналами. Потому что это, прежде всего, безопасно, чтобы никто не въехал ему. Некорректная замена лампочек стоп-сигнала может привести к таким плачевным последствиям, казалось бы. Вот у нас еще интересный автомобиль. Optima у нас 2014 года, если я правильно помню. Двигатель двухлитровый J4ND. Пробег, пробег сейчас. Ой, напомню. Так, пробег. 179 с копеечками. Приехал к нам, чтобы разобраться в проблеме. Плохо запускается. Плавают обороты. Проблем с электрикой не обнаружено. Вот выкрутили свечи. Увидели, смотрите, свечи. В большом нагаре много масла на каждой свече. Вот первый, второй сильно. Третий меньше. Четвертый еще меньше. Сделали эндоскопию. Увидели, что первое. Поршневая в задирах клапанов. Масло течет, ну, не ручьем, но достаточно прилично. Ну, и плюс еще сделали сразу эндоскоп-катализатор. Увидели, что катализатор уже практически... Большая часть его разрушена. Все это клиенту показали, обрисовали. Клиент согласился на то, чтобы мы сняли двигатель и уже произвели его полную дефектовку. Вот сегодня будем его снимать, разбирать. Я думаю, что успеем показать вам по остальным автомобилям. Здесь Гранд Старекс у нас там на ТОшке, на Плановой приехал. Вот у нас еще один Гранд Старекс. Это Д4 ЦБ. 2008 год, кажется. Евро-4 уже стоит без двигателя. Рядом уже вот у нас Сергей двигатель снял, разобрал. Человек приехал изначально с неработающей турбиной. На турбине был очень большой осевой люфт. Замерили давление масла. Очень частая ситуация для Евро-4. Давление масла было намного ниже даже минимального порога. А после вскрытия поддона, это следующая стадия, ну, увидели, что в поддоне уже очень много стружки металлической. По итогу разобрали. Сейчас пока у нас механик составляет список дефектовки. Но даже на вскидку видно, что там и коренные вкладыши некоторые повреждены. У нас здесь, а здесь уже ребята сняли. Сейчас я... Ну, вот даже по колену, если посмотреть. Давайте посмотрим. Здесь небольшой накат есть. Ну, а сейчас, если сейчас механику пригласить, у нас там одна шейка была, он мне показывал. Ну, здесь следы перегрева небольшой. То есть, вот, уже вкладыш был накатан, ну, и видно, он здесь немножко уже есть. И здесь еще успели достаточно вовремя. То есть, еще бы чуть-чуть, он бы, возможно, в принципе, либо словил бы клина, либо, не дай бог, кулак дружбы. Ну, собственно, стандартная ситуация. Поэтому сейчас будет... Дефектуем окончательно по списку, процениваем. Мы ждем клиента для одобрения дальнейшего ремонта. Тоже еще один Гранд Старокс. Также с потерей давления масла. Но здесь мы вскрыли поддон. В поддоне чисто. Вот сейчас обоюдное решение с клиентом, который пока не готов на разборку двигателя с полнейшей его дефектовкой. Мы пытаемся просто, методом исключения, подкидываем масляный насос, замеряем давление. Если давление масла восстанавливается, клиент будет продолжать ездить так на свой страх и риск. Это его решение. Мы тут можем только свои рекомендации дать. Достаточно редкий гость у нас. Киа Шума 2. 2003 года. Приехал к нам человек на замену двигателя. У человека был обрыв ремня. Клапана встретили с поршнями на скорости. Человек нашел, ну не стал даже пытаться реанимировать старый двигатель. Прям нашел уже свой. Привез его нам. Вот сейчас, помимо этого, он еще изъявил желание разобрать коробку механика. У него не включалась вторая скорость. В итоге по коробке посмотрели. Там проблем достаточно много. Но клиент вместе с ним разбирали коробку. Прям на месте. Пока меняем только синхронизаторы первой и второй передачи. И смотрим, какой результат это даст. Так как есть проблема с тем, что в принципе на эти коробки запчастей уже почти найти. То есть ту же самую вторую передачу, если искать в сборе. У нас менеджеры посмотрели, это заказ аж, ну то есть от месяца и далее. Потому что машина уже достаточно редкая. Запчастей все меньше и меньше. Ну, попутно еще меняем сцепление. Это вот сцепление, которое было с тем двигателем, который привез клиент. Мы ему показали, в каком оно состоянии. Оно явно лежало где-то долгое время в воде. Это учитывая, что мы его еще пытались немножко почистить. Но объяснили, что в таком состоянии оно работать может некорректно. Ну, поэтому вот с нашего склада выдали комплект сцепления диск-корзину. Сейчас еще подвезем выжимной. Ну, маховик, клиент принял решение, что зачищаем вот этот, который он привез с двигателем. И будем устанавливать его. Ну, после некоторой косметики, конечно же. Так, ну здесь у нас Алексей как раз заканчивает сборку мотора после ремонта. Уже практически в финал. Осталось только немножко навесного оборудования. И я думаю, через полчаса он уже будет его устанавливать в автомобиль. Это вот основные наши такие рабочие будни, которыми мы живем каждый день. Вот тоже интересный экземплярчик. Это у нас двигатель с первого портера Тагазовского. Старый двигатель, который мы сняли, разобрали. При попытке проценить, поняли, что там экономически было невыгодно его оставлять. Автомобили уже в крайне плачевном состоянии. Там турбина шла в разнос. От двигателя ничего живого не осталось. Был перегрет многократно. Поэтому собрали на новом блоке, на новой головке. Ну, соответственно, с перекидкой навесного оборудования клиента. Ну, еще плюс турбинку новую поставили, потому что турбина старая тоже отжила свое. И вот, собственно, тоже уже финал. Да, много моторов, много проблем, но мы их всегда решаем. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы все-таки вернулись к нашей оптиме, про которую рассказывал чуть раньше. Двухлитровая G4ND. Вот она уже на подъемнике. Алексей у нас демонтировал двигатель. Разобрал. Вот сейчас уже в финальной стадии его разборки. Можем, кстати, сейчас прям подойти и все-таки выяснить, что же при разборке он у нас обнаружил. Леш, можете отвлечь на минутку? Да, да, да. Расскажи нам, что интересного ты увидел. По коленвалу у нас, по коренным вкладышам коленвал живой. Там ничего не зацепило, не достало. По шатуным вкладышам есть вопросы. То есть мало того, что вот здесь вот было голодание масляное, Плюс, если сейчас раскрутить шеечку шатуна, чуть-чуть вот отпустить, вкладыш у нас оттуда он свободно вываливается. Это говорит о том, что двигатель грели. То есть у него перегревы были. Соответственно, мы сейчас... Он настрадался. Да, и, собственно, по поршням видно, что масляцион подкушивал хорошо. Все поршня в нагаре очень сильные. Маслосъемные кольца лежат, прям хорошо, все. То есть масло он жрал, это абсолютно точно. Ну, кстати, вот отсюда и причина обращения же была у человека холодный запуск, плохой. И компрессия на нем шалила у нас. Вот они задирчики на юбке поршня. Вот они. Ну, также маслосъемное кольцо там где-то глубоко. Мы его, наверное, уже не устроим. Это второй, третий цилиндр. По горячей части тоже самое. Ну, судя по нагару, здесь, да, масло присутствовало. Проблемки-то есть. В общем, что мы и увидели, когда эндоскопию делали. Но сейчас намного лучше это все видно. Можно показать живую. Да, давай. Оператор показывай. Вот они. Красавцы. Говорит о том, что там у нас эллипс. Ну, и по холодной части, смотрю, тоже там. Да, по холодной части. Ну, как обычно, меньше, но тоже имеется. Меньше, но досталось все равно. Ну, теперь более уже детально будем все отмывать, смотреть, составлять смету. Да. Ну, гильзовка это точно. И проценивать уже, что это будет по финальному ремонту. В ценовом соотношении. Ну, видишь, человеку повезло, что коленвал живой остался. Да, коленвал выжил, это прям очень хорошо. Да, спидвалы выжили, головку выжил. По головке здесь вот мы можем, если сейчас перевернуть ее. Вот он, масложор. Четвертый. Да, четвертый цилиндр. Вот оно масло ело. Первый цилиндр вот. Все в маслице. Первый, четвертый. У нас абсолютно точно здесь проблемки. Либо с колпачками самосъемными, либо с направляющими. Ну, опять-таки будем разбирать, дефектовать, детально смотреть. Ну, уже как инструментальная диагностика. Дидрокомпенсаторы, кстати, Александр Тонов. Ну, это мы с тобой еще обязательно пройдем. Сейчас мы пока только в самом начале. Ну, на сегодня мы пока, наверное, заканчиваем. Уже далеко перевалилось закончание рабочего дня. Если кому-то будет интересно, чем продолжится история этого мотора дальше, пишите. Постараемся держать вас в курсе. И постараемся также уже, когда закончим, попытаться отснять вам запуск данного мотора. Ну, если интересно, в комментариях пишите. Может, соберем на видео вот это. Я думаю, да. Почему бы нет? Потому что разборка это одно. Ну, и было бы, наверное, интересно показать этот процесс сборки. Как это уже все будет отмытое, собранное. Потому что и опять... И финал, конечно же, запуск. Да. Все. Всем счастливо. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok